Привет всем, снова я. И сегодня у нас речь пойдет о недавно полученных мною трех манго выпусков Street Fighter манги. Вот они. Street Fighter 2. Это оригинальные японские манги, как раз таки. Или комиксы, по идее. Манга это не что иное, как просто комикс, по идее. Это первый номер, это второй номер. Называется Суторито Файта Цу Рю. И третья обложка с Чан Ли. Вообще их было всего три выпуска. Данная манга посуществовала всего с 93 по 94 год. В 93 году первоначально вышел вот этот первый номер, и потом в 94 году вот эти два номера. Там был некий столб между первым и последующими двумя мангами. Художник Масанори Канзаки, или как это так его зовут. И он до этого был известен рисованием такой манги, как Zenon Heavy Metal Fighter. И еще там этот Козе манга, про которую я еще ни разу ее не видел в продаже. А может она и есть, хотя я просто может не видел. Вот. Данная манга вообще интересна в том, что она, как и любая другая оригинальная манга из Японии, она читается справа налево. Но интересно то, что здесь еще есть в начале каждой манги по цветной странице, например, как вот здесь, потом еще дальше тут у нас изображен Best Bout, Guile vs Zengeef. Это даже с пояснением, так же, правда, на японском. Потом Чан Ли против Бланки, здесь написано Бланка. Бланка вообще, да. Ну, японцам, видимо, им так легче произносить. Да, кстати, японцы, что-то они постоянно путаются в L, и R, и M, и N. И последнее тут у нас. Ри против Далсима. Отличная рисовка. Потом, правда, манга начинается уже черно-белая. Ну, в принципе, это неплохо. Даже прикольно. Как написано на Википедии, там, то, что здесь происходит действие, как бы, фактически до, по-моему, давно, правда, я не читал, но, по-моему, до того, как этот, до видеоигры, как раз-ки, Street Fighter 2. Данная манга, кстати, еще выходила в Соединенных Штатах Америки и Европе. Соединенных Штатах Америки и Европе она выходила в цвете, с переаранжированными вот этими секциями с рисовками. Тут краски все есть, персонажи из видеоигры, здесь есть и Гайл, Рю, Кен, Чан Ли, Бланка, и Хонда, и так далее. Например, вот Бланка. Отличная рисовка, еще раз повторюсь, или я не говорил. Опять же, купил эту мангу на ebay за относительно маленькую сумму. Например, недавно целая эта трилогия манги, она стоила чуть ли не по 3 тысячи, сейчас она стоила где-то энное количество в тому времени. Энное количество времени тому назад, она стоила примерно около тысячи всего лишь на все. То есть, видимо, там был у них раз в продаже у продавца по кличке Hit Japan, точнее целый магазин Hit Japan. Второй номер здесь у нас M. Bison, Пинерю. Гайл против Сагата. Чан Ли против Балрога. Ну, Балрог это в Японии, а вообще здесь у нас на Западе этот персонаж с лезвиями известен как Вега. Но в оригинале там, конечно, все по-другому, все имена, то есть у Балрога, который, по идее, ну как, он взят с Майка Тайсона. Он в Японии называется именно M. Bison, то есть Майк Тайсон, будто бы на Западе он известно как именно как Балрог и так далее. То есть у некоторых персонажей имена были изменены. Гайл, Чан Ли, Рю, Кен, Гу Кен. Да, кстати, здесь еще краски Рю и Кен, они только что поступили на обучение к Гу Кену. Это краски, их главный мастер, который обучил их данному виду карате, где они могут еще пускать Хадокены и всякое такое. Лонг Мэй, это какой-то пацан, который появился только в комиксе. Точнее, ну, здесь Пао Лин, тоже персонаж, который был придуман только лишь для манги. Ну, и краски здесь у нас. Бланк, здесь краски без ошибки, уже слава богу написано. И Хонда. Зангив, Далси, Балрог, Сагат. Вега, который известен на Западе, как М. Байсон. Байсон. Битва третья, Рекул. Битва четвертая, Карнавал. Друг. Шед. Литл Лас-Вегас. Также, по идее, как сказано в конце комикса, каждая серия, каждого танка бона сказано, что данные комиксы выходили даже изначально в журнале Super Famicom Magazine. Вот, то есть, это переиздание, грубо говоря, уже в форме именно отдельного комикса. Вот. Да, еще здесь этот художник здесь слегка еще переделал некоторые костюмы у персонажа, например, у М. Байсон. Еще здесь в манге есть такой какой-то бронежилет с узорами и надплечники или подплечники, они у него здесь такие с лезвиями. Типа, хотя потом в третьем номере, там у него будет как именно в видеоигре. Типа, хотя потом в третьем номере, вообще-то, интересно будет то, что они будут драться против клонов. Ну, как, не совсем клонов, но вот эти вот, когда в Street Fighter 2 Turbo на SNES'е вы нажимаете на какую-нибудь определенную кнопку, то у персонажа меняется цвет его костюма. То же самое в третьем номере будут там краски. Типа, их не злые клоны в альтерактивных костюмах, в цветах других. Плюс, мне нравится, что здесь на Кринецке дополнены как бы... Ну, и именно как в боевых искусствах для защиты ног и так далее. Здесь уже на Кринецке Канзаке нарисовал всяческие эти защитные штуковины, то в видеоигре они просто так дерутся без спецзащиты. Вот. Краски М. Байсон в альтернативном костюме. Такой же злыдень, как в анимационном фильме. Краски этот спецприем, когда он умеет летать. Потом некоторые здесь фичи в этой манге потом повлияют на анимационный фильм чуть-чуть. И то, что потом еще был такой аниме-сериал, как Street Fighter 2 в Викторе. Если кто не смотрел, то я желаю, чтобы вы посмотрели, потому что отличный сериал. Конечно, не сильно он как сайд-стори, там очень много чего такого есть, но все равно там классно. По крайней мере, анимационная кампания все то же самое, что делала полнометражку. Вот. Каждая манга на супер-обложке. И вот последний, третий номер для обозрения вашего. Вот краски против клонов. Я имел в виду то, что они в альтернативных красках. И какой-то странный комплекс на заднем плане. Гайл и Кен. Чан Ли. М. Байсон в первоначальном костюме против своего клона в альтернативных красках. И тут у нас изображены четыре девы уничтожения. Конечно же, это М. Байсон, Балраг, Вега и Сагат. Краски есть еще Гоукина. Его убивают на удивление, то есть его потом нет. Здесь у нас битва 10-ая, Ghost Dream Island, Doppelganger, Pong Stage. Вот. На украске типовые клоны. С белыми глазами, что у них типа нет эмоций. И я рекомендую. И я рекомендую. Я рекомендую. И так же. Теперь покраска жемелых клонов. Уменьшую клонку. Еще тут на удивление Такума Интермидиум Камикс И здесь у нас Также еще тут есть На удивление Манга по мотивам Твин Би Еще также Романсин Сага Романсин Сага 2 Джерри Бой Джерри Бой Это игра на SNES есть такая Потом это Космик Фэнтези 2 Это игры в основном были на PC Engine, Super CD-ROM И потом есть еще там Как одна мега игра из всех игр На Мега CD Опять же Космик Фэнтези 1 Стритфайтер 2 Рюн Манга 2 Это что у нас А, Breath of Fire манга Еще одна Breath of Fire Второй Первый и второй том Вот, здесь также вот сказано Что вот Супа Фамикон Магазин 94-й год За ноябрь С 15-й и 16-й Номера И битва 11-я В журнале за После 94-й и 17-й по 20-й номер Где-то так Вот Манги маленькие Кстати На удивление Вот моя рука Примерно Где-то так 15-й сантиметров Где-то здесь будет По длине Вот Короче Вот такая вот Еще одно Пополнение в коллекцию Связанных с видеоиграми Мерчендайзе В данном случае У нас здесь Манга Стритфатер 2 Ладно Это был Ед До скорого видео Пока